Тук-тук-тук, так взволнованно бьются сердца болельщиков, когда слышат серебряная ладья. 52-й раз традиционный автокросс собрал участников и гостей на автодроме КВЦ в Тольятти. Кризис автокросса? Нет, об этом здесь не слыхали. 7 зачетных групп, 66 участников из 19 городов России. Многочисленная аудитория зрителей. Что еще надо для праздника автоспорта? Для классов Супер 1600 и Багги пришлось проводить отборочную стадию по группам из трех заездов. В Супер 1600 финалистами стали из группы А Раис Миниханов, Рифат Галямов, Кирилл Крекотнев, Андрей Ковардаков и Сергей Половков. Из группы Б Александр Борзяков, Владимир Хлопов, Александр Белоножкин, Владислав Нестеренко и Егор Расторгуев. За бортом финала остались Аркадий Максимов, Владимир Огошков, Артем Беляев, Алексей Иванов и Наталья Сахарова. А чуть позже их ряды по сходу техники пополнили Ковардаков и Хлопов. Что у тебя сломалось? Машина. Машина? Почти все. Стойка, коробка, крючки. Вроде починили, но ни одна передача не включается. 25. Вы не ослышались. Пилотов зачета багги боролись за финал в трех группах. Из А вышли Никита Назимов, Денис Ворожцов, Дмитрий Душков и Михаил Ведерников. Из Б Ильнур Мустафин, Сергей Буркалов и Сергей Мусики. Из С Павел Ташкинов, Егор Брынцев и Максим Фомин. Не попали такие знаменитости, как Евгений Брынцев, Тимофей Ведерников и Григорий Соломенцев. Вот он уровень соперничества. Продолжение следует... Класс АК Юниор с первой линии разгоняли. 17-й номер Генрих Скуланов, 23-й Григорий Кулигин, 11-й Самир Галиулин. И ведомые лидерам квалификации Скулановым заходили на вираж. За ними в жестком споре сошлись 88-й Михаил Бортников и 18-й Владислав Оськин. 37-й Иван Панкрадов прогулял к наружке 30-го Алмаза Курбанова. И лишь Арина Юлдашева, номер 4, решила не участвовать в разборках пацанов. Коварный комсомольский поворот не поддался Кулигину. И Скуланов сразу обеспечил себе дистанционный отрыв, направляясь по спрямленной трассе. В его преследователях теперь значились Бортников и Оськин. Галиулин занимал четвертую позицию, Панкрадов пятую. А Курбанова развернула на выходе с ипподробного, и он тактично пропустил Юлдашеву перед собой. На третьем круге Скуланов накопил 4 секунды преимущества, и сомнений в его первенстве не осталось. Бортников в свой черед держал Оськин на расстоянии 2 секунд, занимая второе место, и оставляя третье для Владислава. Во втором заезде Скуланов разгонялся лидером, но переборщил, и при заходе на вираж прогулялся излишне вольготно. И соперники Оськин и Бортников тут же подобрались вплотную, еще более напрягая на выходе с ипподробного. А позади всех удивил открытым капотом Юлдашева. В комсомольском Оськин атаковал и на спуск направился, перехватив лидерство. Скуланов продолжал выплясывать, его еще и Бортников наказал. Но и сам улегся скоростью, и Скуланов четким маневром вторую позицию вернул. А Бортникову пришлось бодаться с Галиулиным за третье место. Арину Юлдашеву встречали одобрительные возгласы публики. Задранный капот ей совершенно не мешал. К третьему кругу преимущество 18 номера выглядело весьма внушительно. Скуланов довольствовался второй позицией. Бортников отвоевал третью. Расстановка сохранилась до финиша. Интрига в определении победителя гонки набирала обороты. Третий заезд решал все. И Генрих Скуланов исключительно ответственно выполнил разгон, обеспечив себе два корпуса преимущества. К борьбе за места в авангарде подключились Панкратов и Галиулин широким фронтом, заходя на вираж. Но на выходе за 17 номером оказались все же Бортников и Оськин. В Змейке не удержался от разворота Панкратов, выпадая из обоймы преследователей. Зато ее пополнил Кулигин, активно прессингуя Оськина. Но баланс скорости и расчета Григорию пока не давался. И 18 номер оставался при своем. Разворот Курбанова использует в своих интересах Панкратов и Юлдашева. А Бортников не отпускал лидера от пристального внимания, карауля возможную оплошность. И из Куланов действовал ответственно. Кулигин атакует Оськина, вырываясь на корпус вперед. Но загаситься не успевает, уносясь к наружке. И Владислав возвращает третье место. Плотное соперничество велось до последних метров. Победный финиш встречает Генриха Скуланова. Михаил Бортников становится вторым призером. Владислав Оськин финиширует третьим. Тренировки я проехал очень быстро. Квалификацию вначале был второй, а потом поменяли я стал первым. Первый финальный заезд я проехал первым. Второй финальный заезд я сам не поладил с машиной и стал вторым. И третий финальный заезд я приехал первым. И по итогу у меня 4 очка, а я остановлюсь первым. Понятно, хорошо. Вот это не поладил с машиной, что именно там было? Там было очень мокро, и я не смог справиться с автомобилем и отдал позицию. Понятно. Ну, в общем и целом, смотри, ты в этом сезоне получилось поездил там, поездил здесь. Это помогает тебе, в общем, влаги? Да. Чем больше накатать, тем быстрее ты поедешь. Класс багги 250 оспаривали 4 пилота. 14 номер Данияр Хасаншин, 17-й Лев Губа, 46-й Даниил Кепов, 56-й Алексей Попов. И пилотесса Полина Ковальчук, тоже под 17-м номером. На разгоне Хасаншин опередил лидера квалификации Губу и возглавил гонку. Ковальчук занимала третью позицию. Далее Попов и Кепов. И за все три круга установленный расклад изменений не претерпел. А вот разгон второго заезда развивался по иному сценарию. Хасаншин и Губа двигались в авангарке, а на третью позицию выдвинулся Кепов, оставляя Попова и Ковальчук за собой. Полина наошибалась, и ее отставание превратилось в критическое. Но под занавес начудил и Губа, и едва успел финишировать третьим после Хасаншина и Кепова. Набрав к третьему заезду солидное преимущество, Данияр Хасаншин не стал просчитывать варианты, а снова рванул вперед на полной скорости. Кепов закрепился за ним, Губа оказался третьим, далее Попов и Ковальчук. Хасаншин уверенно лидировал. Губа настойчиво преследовал неуступчивого Кепова. Ковальчук передвинулась на четвертую позицию. При заходе в эпатромном третьего круга Губа подловил оплошность Кепова и перехватил второе место. На выходе Даниил контратаковал, но Лев сдержал натиск и завоеванного не уступил. Финиш встречал победу Данияра Хасаншина. Второе место Льва Губы и третье Даниила Кепова. Класс мини-багги порадовал наполняемостью, готовясь к серии заездов с боевым задором. По результатам квалификации первую гонку начинали 45-й номер Карим Мулахматов, 27-й Владислав Ведерников, 8-й Эмин Галямов, 67-й Дмитрий Мещеряков, 19-й Гаврил Беляев, 63-й Данис Ханжаров, 55-й Петр Хазов, 11-й Самир Гайнудинов, 36-й Лука Потапов, 77-й Константин Салапин и 12-й Василиса Логачева. Мулахматов уверенно возглавлял пелотон, где велось активное соперничество. На вторую позицию выдвинулся Мещеряков, а Галямов воспользовался ошибкой Ведерникова и перехватил третье место. А вскоре 27-й номер и вовсе тормознул у отбойника. И передовой список заезда номер один составили Мулахматов, Мещеряков, Галямов, Беляев и Гайнудинов. Ко второму заезду с передовой линии готовились Мулахматов, Мещеряков и Галямов. 45-й на разгоне лидерства не уступил, а к виражу на вторую позицию прямо протиснулся, пропихнулся Гайнудинов. А позади понесло Салапин, и он с разворотом уперся в Логачеву. Вот такое своеобразное свидание на трассе. После Комсомольского выпадает Мещеряков. Мулахматов укрепляет преимущество. А группа преследователей азартно сражается между собой. Ибо под Ромном Беляев оттесняет Галямов с третьей позиции. Ведерников держался пятым. На третьем круге Мулахматов спокойно, с запасом контролировал гонку. А Галямов вернул себе третье место. На этом не успокоился. И стремительным спуртом в Змейке атаковал Гайнудинова и финишировал на второй позиции. Возмутителем спокойствия на разгоде третьего заезда выступил Ведерников, прорываясь вслед за Мулахматова на вторую позицию. В передовом отряде все те же – Беляев, Гайнудинов и Галямов. В Комсомольском дружно потолкались, а Петр Хазов и вовсе атаковал бетонную стенку. И дальше не поехал. Мулахматов и Ведерников организовали отрыв. Беляев и Галямов на третьей-четвертой позиции. Гайнудинов ошибся и пропустил Мещерякова. Далее Ханжаров, Потапов и Василиса Логачева. На третий круг Мулахматов в сопровождении Ведерникова отправился оформлять победу. А Галямов решительно атаковал на входе в Ибадронный и перехватил третью позицию, что закрепило его итоговое второе место. А Гаврил Беляев становится третьим призером соревнований. Что, к третьему заезду стало получаться? Все нормально, что ли? За счет чего? Мне рассказали, как ехать и начало. А до этого что, не могли подсказать или ты сам не соображал? Да, не сами, сами. Стофтовал, со второго ряда четвертая позиция. Ехал, ехал. По следующей игры доставался. Потом, уп, залез и третий стал. Борьба жесткая была, конечно. Там на Комсомольском тоже грязь попала в рот. Ну, вначале было немного трудно из-за того, что были ямы. Я переживала уже за колесы и за двигатель, чтобы туда было. Справился? Да. Какой самый напряженный момент для тебя был? Супер-поворот. Финал Супер-1600, пусть и в усеченном составе, готовился к серии из трех заездов. Лидерство на разгоне забирает Мениханов. Следом Борзяков, Галямов, Крекотнев и Нестеренко. А позади внезапную толкучку учинили Расторгуев, Половков и Белоножкин, позволяя отрываться в ангар. В Комсомольском останавливается Половков, а на спуске, не вписываясь, вираж смачно прилетает в бетон Нестеренко. В отрыве тройка. Мениханов, Борзяков, Крекотнев. Галямов четвертый. За ним Расторгуев и Белоножкин. И медленно, но упорно двигающийся Нестеренко. Он невольно и сыграет ключевую роль в распределении позиций. Лидерство Мениханова особых сомнений не вызывало. Но на последнем круге Раис догоняет Нестеренко и утыкается в невочие. Моментально пользуется Борзяков, вырываясь на первое место. И сразу спуртует, пытаясь оторваться от грозного соперника. И это ему удается. И финиш первой гонки забирает тринадцатый номер. Мениханов второй, Крекотнев третий. Второй заезд начинается отчаянной схваткой на разгоне Мениханова и Борзякова. И пока они бодались, Крекотнев скрутил вираж и возглавил гонку, поднимая шлейф пыли, в котором после стыка развернула Мениханова. Ничего себе начало! На втором круге Борзякова обгоняет Крекотнева, который выскакивает за баллоны и остается за пределами трассы. Сход! Борзяков оказывается в суперотрыве от преследователей Голямова, Половкова, Белоножкина и Расторгуева. И далеко позади всех неспешно двигался Нестеренко. На третьем круге семьдесят первый номер меняется со вторым местом. И пришпоривает коня, решая две задачи. Постараться догнать Голямова и не дать приблизиться Мениханову, порой с трудом удерживаясь в рамках трассы. Александр Борзяков одерживает вторую победу. Рифат Голямов финиширует вслед за ним. А на третьей позиции завершает заезд Александр Белоножкин. К третьему заезду Борзяков готовился с солидным лидерским заделом. Среди остальных лучшие шансы на попадание в призеры оставались у Мениханова и Голямова. И не смог выехать Нестеренко. На разгоне по отлично политой трассе борьба за перенство развернулась между Борзяковым, Менихановым и Голямовым. В острейшем споре на вираже вперед вырывается шестьдесят второй номер. А на выходе подключается Белоножкин и оттесняет Борзякова на третью позицию. Голямов четвертый. Далее крекотнев, половков и расторгует. Мениханов задавал темп, а преследовать его вызвался Белоножкин. Борзякова вполне устраивала и третья позиция. Но и на этот раз у Раиса не сложилось. На последнем круге вынесло за баллоны. Вернуться на дорожку удалось оперативно, но Белоножкин успел проскочить вперед. И первым пересек финишную черту. А лучшую сумму набирает Борзяков. Мениханов становится вторым, а третье место по дополнительным показателям занимает Голямов. Вообще очень пыльно, очень грязно, весело. Нормально катались. То есть поездил от души, да? От души, да. Но это не ралли-кросс, конечно. По-другому. С первой линии финала класса баги плотный пилотон повлекли легковесы Мустафин и Назимов. Но на вераже Никита сманеврировал четче, а Эльнура по внешней дуге атаковал Ташкинов. Стык позади разворачивает Фомина и провоцирует сход Евгения Брынцева. Не повезло. На второй круг лидером заходил Назимов. За ним Ташкинов, Мустафин, Ворожцов, Буркалов, Душков, Михаил Ведерников и Мусихин. Через круг превосходство 42-го номера стало еще более значительным. Преследователи в пыльной атмосфере ориентировались по флажкам. Технические проблемы Мустафина вынуждают его сдавать одну позицию за другой. И он оказался за Ворожцовым, Душковым и Буркаловым. Финиш отмечает первую тройку. Назимов, Ташкинов и Ворожцов. А Егор Брынцев вынужден завершить выступление. Второй заезд разгоняет Назимов. А острую схватку за вторую позицию на вираже выигрывает Ворожцов. Ташкинов третий. За ним Мустафин, Буркалов, Душков, Мусихин, Михаил Ведерников и Фомин. На втором круге Душков обгоняет Буркалова, передвигаясь на пятую позицию. Но ведущей тройки Назимов, Ворожцов, Ташкинов это не касалось. Зато коснулось через круг, когда Ташкинов эффектно перелетел через баллоны, досрочно завершая заезд. И за Назимовым и Ворожцовым на третье место прорывается Дмитрий Душков. И финиш заезда основательно перекраивает турнирную таблицу. Назимов укрепляет лидерство, а претендентами на призы становятся Ворожцов и Душков. Третий заезд стартует в восьмером, без Михаила Ведерникова. Назимов лидер. За ним устремляется Мустафин, которого тут же атакует Ворожцов, забирая вторую позицию. Следом Мусихин, Буркалов, аккуратно начинающий Ташкинов, Фомин и крайне неудачно разгоняемый Душков. Но в Комсомольском сходят Ворожцов и Душков. Назимов сразу получает весомый отрыв и едет к финишу оформлять первое место. Мустафин перебирается за лидером, но на виражах второго круга его последовательно атакуют Мусихин и Ташкинов и отбрасывают на четвертое место. Буркалов пятый и у него проблема с коробкой передач. Фомин на шестой позиции. Ташкинов преследует Мусихина и атакует на вираже, стараясь опереться о соперника, но промахивается и с разворотом влетает в отбойник, оказываясь позади всех. Надежды на призы рухнули, но боролся Павел до последнего. И расклад завершающего круга. Назимов, Мусихин, Мустафин, Буркалов, Фомин, Ташкинов, где продолжалось азартное соперничество, вывел итоговую комбинацию. Безоговорочная победа Назимова, второе место Мустафина и третье Ворожцова. Каждый был заезд сложный. Как все равно едешь, переживаешь, сзади все едут. Да и яма там появилась на повороте. Какие особенные еще нюансы здесь отметил по трассе? Это хорошая трасса. Хорошая, да? Да. Ходовая? Не только развиваться и развиваться. Финал класса свободный, куда под группой входил и зачет классика, стартовал лидерством 59 номера Юрия Факеева. За ним плотное соперничество развернули 60-й Раис Мениханов и третий Рифат Галямов, который оттиснил соперника на выходе с Ипподромного. А четвертый занимал 20-й Иван Лошкабанов. Факеев удерживал первенство и на второй круг отправился с преимуществом в 3 секунды перед Галямовым. Мениханов третий. Лошкабанов следом. Замыкал 77-й Григорий Перетятко. В Комсомольском Галямов резко спуртует и жестким боковым контактом осаживает Факеева, перехватывая лидерство. И устремляется в отрыв. А у Факеева возникают проблемы с управляемостью. И он пропускает Мениханова и Лошкабанова, откатываясь на четвертую позицию. Галямов лидер. Мениханов второй. Лошкабанов третий. Но проблемы с колесом паркуют пятерочку Ивана у отбойника. И вслед за победителем Галямовым финиши достигают Мениханов и Факеев. Второй заезд стартовал без двадцатого номера. И у лидера сразу вырвался Факеев, стараясь побыстрее оторваться от задеристой парочки. Мениханов-Галямов. Замыкал Перетятко. Галямов, плотно преследуя Мениханова, атакует в Комсомольском. И после бокового стыка Раис зависает у отбойника. А Рифат возвращается в гонку на второй позиции. Факеев уверенно выигрывает. Галямов второй. Перетятко третий. Но в сумме Рифат на один балл пока опережал Юрия. И третий заезд становился битвой за победу. Факеев на разгоне на корпус опережает Галямова. Но траектории сошлись и Рифат разворачивает Юрия, отбрасывая на последнее место. А сам вырывается в лидеры. На второй позиции Лошкабана. На третий Мениханов. На четвертой Перетятко. Ну вот все и определилось. Как бы не так. Это серебряная ладья, ребята. На втором круге Факеев догоняет и обгоняет 77 номера, перемещаясь на четвертую позицию. Но от передовой группы отстает весьма существенно. Как говорится, без шансов. На третьем круге спортивная судьба преподносит ему новый трэш. На ямке срывает заднее колесо. Но Юрия, ничуть не смущаясь, продолжает гонку. И неожиданно для себя в считанные секунды обгоняет Галямова. Рифата подвел привод и он покатил потихоньку. Публика завелась и к полному ее восторгу лидировал классика Лошкабанова. Его преследовал Мениханов. Факеев оказался третьим. Этот расклад выводил победителем Галямова. Но в консомольском завершающего круга Мениханов атаковал Лошкабанова и отпихнув его в последнем вираже в отбойник, финишировал первым. Побеждая в зачете классика, Факеев направляется к финишу вторым. А Лошкабанов успевает развернуться и пересекать ленточку перед Галямовым. И Факеев становится победителем. На одну очку опережая Галямова. Вот это концовочка. Ну получилось, да, похоже. Подумал, что амортизатор отломился. Оказалось, нет. Колесо. А вот этот момент, разворот в этом вираже. Что подумал, все пропало или как? Да нет, машина едет, значит не пропало. Боролся до конца? А что делать? Немножко оставалось. Пару кругов. Доехал. Вот он, да. Молодцы! Ребята, молодцы! Ура! 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 Молодцы! Ура! Ура! Каким образом вы оказались здесь? Ну, случайно ехали мимо и вот заехали в Тольятти. Думаем, там Серебря Владимир должна быть. Участвуем. Участвуем. Ну, достаточно успешно, судя по результатам, да? Ну, да. Первыми. Как работали с воспитанниками? Мы с воспитанниками работаем, да, у нас руки болят, стараемся. То есть, непосредственно руками, как сказать, доводите до ума? До ума! Да? Да. Мы представляем клуб GS Racing и наши партнёры МФТУ имени Бауна. В лице гоночной команды МФТУ имени Бауна. Этот старт входил у вас изначально в план подготовки к сезону или так получилось спонтанно, что вы увидели? Нет, он входил в план, в конце сезона у нас он входил. Только гонка знаковая, да, значимая, что известно с историей, в чём бы ни было. Деревня, ладья – это очень знаково. Какие направления автогонок вы развиваете? Старк, автокроссы, ралли-кроссы. Да, друзья, начинаем. И ледовые гонки. И ледовые гонки. Правильной дорогой идёте, товарищи. Тарай. Благодарю вам. Тарай.